Общий объем расходов, инвестиций и сделок по финансированию составит чуть более 800 миллионов евро. Но, как справедливо замечают специалисты, этот дополнительный бюджет несет в себе дыхание военного времени. Достаточно сказать, что треть этих денег, а это 247 миллионов евро, пойдет на укрепление безопасности страны. Дополнительные вложения должны помочь и государству, и его жителям справиться с влиянием войны в Украине. Но помимо средств на оборону, предусмотрены также инвестиции еще в два направления. То есть в энергетический сектор в размере 257 миллионов евро и на затраты, связанные с военными беженцами, более 242 миллионов евро. Учитывая то, что сегодня пришло сообщение, что Россия объявила о приостановке поставок газа для Болгарии и Польши, становится ясным, что и нам нужно всерьез подумать о росте энергозатрат нашей страны. Сумма выделена на энергоснабжение, чтобы обеспечить, например, запасы газа, чтобы использовать ЛНГ газ уже с осени, то есть чтобы в Польши был терминал. Конечно, есть расходы и на беженцев из Украины, потому что им обеспечены по закону все услуги, то есть образование, детские сады, социальное обеспечение. Для этого тоже надо иметь в бюджете деньги. С осени ожидается новый рост цен на энергоносители, за которые Россия требует оплату в рублях, что неприемлемо для многих стран Европы. Чтобы помочь хоть как-то справиться с этим малоимущим семьям, правительство запланировало увеличение прожиточного пособия с нынешних 150 до 200 евро на человека. Но и это еще не все. Также осенью государство сделает большей части наших граждан единовременные выплаты. В этом пакете еще мы договорились, что осенью в любом случае мы будем платить одноразовое пособие 50 евро всем пенсионерам и всем семьям с детьми, каждому ребенку 50 евро и каждому пенсионеру 50 евро. Это кажется, наверное, не очень много, но все-таки как-то поможет. Если там уже другое детей, например, в семье, то это 150 евро. Это пособие будет выплачиваться одноразово в начале ноября. Правительство также одобрило и передаст в Ригикогу проект изменения закона об акцизе, который уменьшает до конца года ставку акциза на дизельное топливо специального назначения до минимального уровня, разрешенного Европейским Союзом, что составляет 21 евро на 1000 литров. Действующая ставка акциза составляет 100 евро на 1000 литров. В целом же, как отметил министр Як-Аб, правительство запланировало такие инвестиции и пособия, которые должны снизить риски не только в случае повышения цен, но и обеспечить всем необходимым государство и его жителей в случае любого кризиса. Вадим Алышкин, Мартейн Ло, Новости Таллина. Субтитры создавал DimaTorzok